Привет, друзья, с вами Юрий Тиктакмир. Сегодня я вам расскажу про новую модель от Casio MRG-B1000B1A. Это часы с Bluetooth, немного я о них говорил в своих предыдущих роликах, и тогда мнение у меня было не самое лучшее. Во-первых, из-за того, что здесь стоит механизм, который ставит более дешевый Casio G-Shock G-Style GST-B100. Но поближе познакомившись с этой моделью, я свое мнение поменял, и сейчас вам объясню почему и какие плюсы я нашел в этих часах лично для себя. Итак, начинаем. Новые часы на калибре 5526, выполнены полностью из титана, черное покрытие DLC, защищает часы от царапин и придает им такой эффектный черный внешний вид. На внутреннем безеле вы можете видеть желтое такое внутреннее кольцо, секундную стрелку красную, и эти два элемента, я вам скажу, они здорово разбавляют строгий внешний вид часов, делая их более такими веселенькими, что ли. Конечно же, здесь есть и люминофор, и LED-подсветка. Метки выполнены в стиле новых MTG-G2000. Стрелки, собственно, тоже стандартные, MRG-шные. И вот это лого MRG, так же как на новых MRG-2000. Обзор вы видели, я думаю, что внешний вид действительно похож, вы это сами прекрасно видите. Отдельно упомяну этот момент, я думаю, многие уже догадались, но здесь нет GPS, который был в MTG-G1000 и G2000. Здесь есть Bluetooth, связь с телефоном, и полностью с помощью программы MRG-Connected вы можете настраивать время, будильник, и полностью управлять функциями часов. Как это делать, я вам позже кратко покажу. Самое главное, что в этих часах изменилось, это размеры. Есть у меня моделька MRG-G1000 черные, и вы видите даже не вооруженным взглядом, что размеры однозначно разные. Итак, диаметр стекла был 34,5 мм, стало 32,5 мм. Безель был 44,6 мм, стал 42 мм. Полностью ширина от края до края была 51,5 мм, стало 48,2 мм. Высота часов была 54,8 мм, стало 52,2 мм. И толщина часов также уменьшилась на 2 мм, была 17, стало 15. Вес не изменился, порядка 150 грамм весит обе модели. И если мы посмотрим внешне на часы, они, можно сказать, абсолютно одинаковые. То же самое черное покрытие, оно абсолютно одинаковое. DLC ничего нового не придумали, но меньше размер. Браслет уже стал, я думаю, видно вам не вооруженным взглядом. Все та же фирменная застежка, выполнена в том же стиле, но вы видите, она стала уже. И это несомненный плюс для тех людей, у которых небольшое запястье, такое как у меня, и уже на моих 17 см часы вообще не сидят громоздко, в отличие от предыдущей серии. Давайте вкратце поговорим о калибре 5526. Это Bluetooth, мировое время, вечный календарь, синхронизация есть здесь, радиосинхронизация, мультибенд, секундомер, таймер, будильник, летнее зимнее время и все. О Bluetooth немного подробнее расскажу. Программа MRG Connected. В программе вы видите вариант подключить MRG G2000 и MRG B1000. Верхние мы с вами подключали, а нижние давайте посмотрим, как нужно подключить. Итак, 3,5 секунды на нижнюю кнопку. Нажимаем, держим. И подключаемся. Сразу же, буквально моментально находятся наши часы, происходит соединение. Сейчас вы видите, перейдется время автоматом. Возьмут часы время телефона. Вот вперед оно пошло. Серийный номер у нас здесь даже есть с вами. Информация о гарантии 1 апреля 2018 года начинается. Период гарантийного ремонта 5 лет. Итак, заходим в программу. Здесь все стандартно. Я вам вкратце расскажу. Подробно не будем останавливаться. Есть руководство пользователя. Есть дата обновления настроек. 31 марта они были обновлены. Можем следить за зарядкой телефона и за настройками. Здесь, собственно, все, как и в G2000, обновляется настройки часового пояса. Все просто и понятно. Можем с вами настроить мировое время. Домашнее время можем настроить. И утилиты, и будильник, и таймер. То есть все выставляется автоматом. И также можем с вами посмотреть, какие есть настройки наших часов. Все те же самые, что и в G2000. Настройка летнего времени предусмотрена. Можем длительность подсветки установить. Полторы секунды, три секунды. Лет подсветки имеется в виду. Регулировка времени. Это можно этим не пользоваться. И также здесь есть настройка домашних положений. То есть все наши стрелочки мы можем полностью корректировать непосредственно из программы. В общем-то, друзья, все то же самое, что мы видели с вами на модели MRG G2000, только здесь нет GPS. По сути, функционал одинаковый, и программа дает вам возможность настроить ваши часы, не смотря инструкцию и не откручивая заводную головку как таковую. Можем с вами разъединиться с телефоном и жить дальше. Постоянно держать связь с телефоном не нужно. Итак, пришло время подводить итоги. Какие я здесь вижу для себя плюсы? Во-первых, это все тот же классный титановый корпус, черным DLC покрытием, клево выглядит, мощный, хороший, такой премиальный вариант. А второй плюс, уменьшенный размер, это однозначно просто огромную аудиторию зацепило MRG своим вот этим решением. Casio молодцы, теперь такие дохлики, как я, могут легко носить эти часы и вообще не париться. И третий момент, который мне здесь понравился, это как ни странно соединение с телефоном, поскольку все-таки удобно настраивать часы, не откручивая заводную головку и не зачитываясь инструкции, тем более если ее нет, к примеру, на русском языке. А какие же минусы этих часов, друзья? Я нашел только один, эта цена официально не стоит 200 тысяч рублей, неофициально порядка 160 тысяч рублей, то есть точно так же, как стоили MRG G1000UBI, черный, с которым мы с вами сравнивали вот эту модель сегодня, но там было GPS, то есть как бы упростили механизм, но цену оставили на месте. Правильно это неправильно, тут сложно сказать, поскольку у GPS не было плиту, здесь он есть. Может быть действительно механизмы паритетные и цена не должна была как-то скакать, уменьшаться или наоборот расти, поэтому они оставили ее одинаковой. Но лично для меня наличие GPS представляется как-то более премиально что ли, то есть когда оно есть, это супер, а когда его нет, кажется, что часы чуть-чуть все-таки дешевле уходят. Но Casio решили по-другому, выпустили эту модель, за что им все-таки благодарен, поскольку часы действительно красивые и хорошие. На этом будем заканчивать, всем добра, позитива и самое главное носите самые лучшие и отличные часы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok